Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами поговорим про интересные решения в дизайне интерьера, которые использует наша студия. Эти решения это не какие-то глобальные решения, это маленькие фишки и детальки. Но, как вы знаете, дьявол кроется в деталях. Эти решения мы разделили на две части. Первое, это недорогие решения, и второе, это решение, на которое потребуется бюджет. И самое главное, смотрите это видео до конца, потому что в конце я расскажу вам самую главную фишку, которую используют дизайнеры и архитекторы, чтобы преобразить свой интерьер. Обычно они используют именно в своих квартирах, в своих домах. Ребят, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, ставьте лайки, чтобы это видео продвигалось, и много людей смогли получить этот полезный контент. Первое решение бюджетное, это зеркало в ванной. Ну, что вы скажете, да, то есть зеркало, что-то такого необычного. Можно правильно расположить зеркало, например, для того, чтобы бриться или краситься. Есть зеркальный шкафчик. У шкафчика, как правило, есть дверцы, и они обычно открываются от центра в края. Но можно сделать центральную секцию, которая открывается в любую сторону, а боковые секции сделать, чтобы они открывались наоборот, от краев на центр. И таким образом вы можете видеть себя в зеркале сбоку. Это очень удобно для мужчин, которые бреются, и очень удобно для девушек, которые красятся. Еще одно необычное решение. Вы можете расположить зеркало таким образом, открывание дверцы, чтобы зеркало открывалось на ванную, и вам удобно будет бриться и смотреть на себя в зеркало. Пример этого, моя квартира в жилом комплексе сердца столицы. Здесь в ванной я как раз таки реализовал такое решение. Ребят, следующее решение, оно потребует бюджета. Это смарт-стекло. Что такое смарт-стекло? Это стекло, которое по нажатию кнопки может становиться непрозрачным. Обычно мы это решение используем в тех случаях, когда хотим совместить два помещения. Например, спальню и гостиную. Когда вы проводите время в спальне, вы можете пространство визуально увеличивать за счет того, что вы видите, что происходит в гостиной, или наоборот, с гостиной можете увидеть спальню. Это решение мы еще часто используем в ванной комнате. Например, одну стенку душевой кабины мы делаем из этого смарт-стекла. И с одной стороны это ванная, а с другой стороны это гостиная. Это решение подходит для молодых людей, которые ценят красоту своей девушки, или девушки ценят красоту своего мужчины. Но если вы хотите скрыться, чтобы вас было не видно, вы нажимаете кнопочку, по стеклу идет электрический разряд, и стекло превращается в непрозрачное. Такое решение мы использовали в нескольких проектах, и у него есть еще такое немножко бюджетнее решение. Например, вы хотите реализовать эту идею, но у вас нет достаточного бюджета, чтобы делать смарт-стекло, потому что смарт-стекло не дешевое решение. Можно сделать по-другому. Можно сделать раздвижную дверцу. Например, вы делаете стекло в душевую, и эта дверца закрывает это стекло. Когда нужно, вы можете открыть, когда не нужно, можете закрыть. Следующее решение не потребует у вас большого бюджета, потребует немножко сообразительности. Это решение вам позволит организовать пространство в ванной комнате таким образом, чтобы оно вас не раздражало. Вот эти вот все баночки, которые лежат везде, и лично меня они раздражают. Оно очень простое. Вам нужно просто разместить полочки, например, в каких-то нишах, так, чтобы когда вы заходите в ванную, их не было видно. Например, на стене, где у вас находится дверь. Следующее решение, которое позволит вам организовать систему хранения так, чтобы не было видно всякого хлама, я подсмотрел в Будапеште. На него потребуется какой-то бюджет, потому что делается это решение из заказной мебели. Когда ты заходишь в сходную дверь, ты перед собой видишь прямоугольник. Мебельную такую панель, которая отступает от стены на 20 см. И как раз-таки за этой панелью прячутся все крючки, куда вы можете повесить верхнюю одежду, куртки, положить зонтики или кинуть какую-то мелочевку. Это решение я использовал в своей квартире в Москва-Сити и расположил тоже такой небольшой шкаф. Когда ты заходишь, ты видишь такую небольшую щель. В эту щель можно положить ключи, мелочевку, зонтики и все остальное. Но когда ты сидишь на диване, ты не видишь вот этого всего бардака. Он прячется как раз-таки за этой мебельной конструкцией. Точно так же вы можете продумать, как спрятать обувь. Как правило, очень неудобно открывать шкаф и ставить туда обувь. Обычно люди снимают обувь и оставляют ее там, где сняли. Мы как решаем эту проблему? Мы делаем специальные ниши, которые открыты и находятся под шкафом. Располагая их таким образом, когда вы находитесь, проводите время в основной зоне, вам не видно вот этого бардака, который прячется как раз-таки в этой нише. Используйте, берите себе на заметку. Следующее решение, прям самое бюджетное. Это бетонная стена. Я его использовал в своей квартире. Просто взял, оставил бетонную стену и бетонный потолок. Плюс этого решения. Ну, как минимум, вы экономите на декоративной штукатурке. Потому что квадратный метр декоративной штукатурки достаточно дорого стоит. Плюс вы экономите на обычной штукатурке. Вы экономите время на ремонте. Это решение подойдет не для всех. Для тех людей, кто любит побрутальнее, нравится это, в принципе, и девушкам-мужчинам, вы просто оставляете бетонную стену. Но нужно ее правильно оставить, чтобы она не пылила и не вредила вашему здоровью. Для этого мы ее покрываем грунтовкой ST-17. Либо есть еще один вариант. Вы можете покрыть ее лаком. Но тогда бетон будет как будто бы его намочили мокрой тряпкой. Это не очень красиво. Мы любим оставлять первоначальный вид бетона. И, кстати, в новой квартире в Москве я тоже это использую. Проект этой квартиры я сделал по экспресс-проекту. Это такой проект, который делается всего за 12 рабочих дней. Что в него входит? В него входит удобное, продуманное, планировочное решение. Коллажи. Это такие 3D-визуализации в формате коллажи. Они у нас очень реалистичные. По ним вы поймете, как все это дело будет выглядеть. И рабочая документация, минимальный набор, который необходим строителям, чтобы они быстро приступили к ремонту. Подходит этот проект для тех людей, которые очень хотят начать ремонт прямо здесь и сейчас. Делается в течение 12 рабочих дней. И ссылочку на этот проект я оставлю в описании. Подробно изучайте, смотрите. И запишитесь на консультацию с нашими ребятами, которые более подробно расскажут про этот проект. Следующий пункт – это смеситель вне зоны душа. Располагаем встроенный смеситель в зоне немножко сбоку от самой душевой лейки. Это позволяет настроить воду и не облиться или не обжечься. Очень, кстати, хорошо подойдет для людей, у которых есть дети, чтобы ребенок мог самостоятельно настроить себе воду. Это решение, наверное, среднее по бюджету, потому что все-таки необходима встроенная сантехника. Она, как правило, дороже, чем обычная накладная. Но есть большое количество разных брендов, разных марок на любой кошелек и на любой вкус. Следующее – это всеми нами любимые черные окна. Но что же делать, если у вас, когда вы купили квартиру, белые окна? Есть два варианта. Вы можете заменить окна на черные, но тут есть две проблемы. Первая проблема – ну, во-первых, это достаточно дорого. Вам нужно менять окна, покупать новые. А второй вариант – это может быть, в принципе, невозможно, потому что управляющая компания считает, что это изменение фасада здания, и вам не поменять. Сейчас есть такое решение – вы можете окна эти покрасить, и они будут черные. Но украсить нужно со специальной компанией. Например, мы так сделали в нашем офисе, покрасили окна в черный цвет, и выглядит это очень прилично. Кстати, кто часто бывает в Москве или живет в Москве, вы можете прийти к нам в офис и посмотреть, как это получилось. Плюс мы вам можем что-нибудь посоветовать по товарам, которые вам нужно купить для вашего ремонта, или подсказать какие-то идеи, записываясь на консультацию с нашим дизайнером и приходите к нам в гости. Теперь давайте поговорим про вентиляцию. Когда у вас в квартире канальная система вентиляции, то вам нужно располагать решетки. Решетки, они бывают не очень красивые, они просто занимают какое-то место на потолке. И, например, если вы делаете немалистичный интерьер, вы хотите сделать, чтобы все было классно. Вы перфекционист и не любите каких-то лишних деталей. Вам на помощь придут решетки, которые спрятаны в трековой системе. То есть, есть такие решетки, которые выглядят как трек. Знаете, вот эти светильники, в которые мы можем вставить различный свет, повернуть, поменять, поменять местами. Вот есть точно такая же решетка. И получается, у вас на потолке прям висит трек, а на самом деле это решетка вентиляции. Решение небюджетное. Ну, в принципе, да, то есть, когда у вас канальная система вентиляции, это небюджетное решение. Поэтому, если вы перфекционист, берите себе на заметку. Теперь, ребята, давайте поговорим про умный дом. Это очень удобная вещь, если смотреть на умный дом через сценарии. Например, вы просыпаетесь не от будильника, а просыпаетесь от естественного света. У вас просто электрокарниз, который в определенное время открывает шторы, как по будильнику. И вы просыпаетесь самостоятельно. Либо вы приходите вечером домой и говорите «добрый вечер», и у вас включается ваша подсветка, атмосфера, и вы кайфуете. То есть, не нужно ходить там настраивать по всей квартире выключатели. Просто одно слово, и все включилось. Или вы заходите в ванную комнату, и не нужно нажимать выключатель. Кажется, ну, какая-то ерунда, но к этому так быстро привыкаешь. Я по своему опыту могу сказать, что это мега удобно и мега классно. Особенно, если ты продумаешь вот такие сценарии. Но возникает вопрос. Наверное, на это нужно потратить большое количество денег, и это все дорого. Нет, ребята, это не так. На самом деле, сейчас есть различные умные розетки, умные реле, умные карнизы. Все это соединяется с умной колонкой, и стоит это все очень недорого. Например, на однокомнатную квартиру, которую я сейчас делаю ремонт, эта система будет стоить, ну, порядка там, наверное, 50, 60, 70 тысяч рублей. И это с учетом того, что я не трачу деньги на обычный выключатель. Я сразу же покупаю умные. Поэтому это недорого. Еще пару идей, над которыми я предлагаю вам подумать. Это кнопка смыва, не привязанная к центру инсталляции. Это вы можете разместить в любом месте. И, например, скрытый ерш. Тоже идея, чтобы что-то спрятать, сделать как-то что-то необычненькое. Ну, теперь, ребят, давайте перейдем к самому главному, про что я рассказывал в начале ролика. То, что используют архитекторы и дизайнеры именно в своих личных проектах. У каждого хорошего интерьера должна быть какая-то идея, какая-то фишка, которая отличает его от всех других. Это может быть все, что угодно. Вот, например, у моего коллеги из Robin Architects в доме Андрусь это делал для себя, прям дом. Он сделал дерево, которое находится в атриуме, в центре дома. А другой мой коллега из азбука дом, Виталик, сделал прям в квартире, в одном из проектов, тоже посадил дерево. Мы в своих проектах, вот, например, мы недавно сделали проект Москва-Сити. Мы перенесли атмосферу Бали, Индонезии в квартиру Москва-Сити. В интерьере мы там поставили различные скульптуры с Бали, деревянные корни. То есть, получается, человек соединил вот этот вот вайп релакс, да, то есть тропического острова, и энергетику Сити-Мегаполиса. То же самое я делал в своей квартире в Москве. Я привез большое количество декоративных элементов с моего любимого острова Бали, повесил сюрборд на стену, и это создало такую слегка мистическую, с другой стороны, очень необычную атмосферу. Например, в следующей квартире, которую я делаю для себя, я вдохновляюсь тоже одним тропическим островом. Это остров называется Лунзерота. Это один из Канарских островов, примечательный тем, что 400 лет назад там прошло извержение вулкана, и весь остров залит лавой. И там очень скудная растительность и сюрреалистические марсианские пейзажи, то есть что-то такое невообразимое. Вот, кстати, картины с этого острова. Весь остров залит лавой, а тут такие красивые архитектурные постройки на фоне вулканов. И вот эти вот кактусы, которые растут по этому острову. Просто невообразимые пейзажи. Всем советую, всем рекомендую это место. Там жил один очень интересный архитектор, Цезарь Мандрике, который проектировал свое жилье в необычных местах. Он сделал себе квартиру в пещере. Использовал много белого цвета, использовал много растений. Вот эту идею с кактусами, идею с белым цветом мы как раз-таки и привнесли в этот интерьер. Вот эту атмосферу, вот этот месседж, да, то есть я хотел поместить в свой интерьер, чтобы вспоминать о любимом месте. Кстати, к фишкам интерьера, пример тоже из этой квартиры, это может быть, например, подиум, который я использовал тоже в этом интерьере. Вы поднимаетесь по ступенькам, там рабочая зона и место для того, чтобы оставить человека поспать. Ребята, я желаю вам, чтобы ваши интерьеры были необычные, чтобы вы использовали классные, необычные решения, не такие, как у всех, чтобы вы выделялись через интерьер, чтобы этот интерьер делал вас лучше, спокойнее или наоборот энергичнее, потому что интерьер влияет на человека и позволяет нам становиться лучше. Пишите свои идеи про то, как обустроить интерьер, сделать его необычным. Пишите свои фишки в комментариях. Давайте обсуждать. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И увидимся в следующих роликах. Пока-пока. Немножечко реклама от Алексея Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова